Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Трассу Талтыкурганусь-Каменогорск откроют до конца 2020 года. Уже совсем скоро закончатся временные неудобства, связанные со строительством дороги республиканского значения, и водители смогут ездить на четырех- и двухполосной трассе. На данном этапе прокладывают два слоя асфальта. Радостной вестью поделилось руководство Казавтожол. Напомним, в эксплуатацию проект будет полностью сдан в 2022 году. Строительство автотрассы Алматы-Уэскемен – проект масштабный. Стартовал он еще в 2012 году. Уже пару лет как автолюбители, без преувеличения, наслаждаются комфортной ездой от Алматы до Талтыкургана. Не менее комфортно станет движение и от Талтыкургана до Уэскемена. Строительные работы на этом участке обещают закончить в 2022 году. А трассу до Алаколи открыть планируют уже в этом. Сейчас в работах задействовано почти полторы тысячи человек и 785 единиц техники. По словам подрядчиков, почти 90% рабочих – из числа местного населения. Работы не прекращаются ни на минуту. На протяжении всей дороги располагаются пять асфальтобетонных заводов и столько же дробильно-сортировочных установок. У нас участок состоит 38 километров. Из них 36 километров – это первая категория, 32 километра. И 6 километров – это вторая категория техническая. Первая категория – это четыре полосы, 32 километра, первая техническая категория. И 6 километров – это две полосы, это вторая категория. В данный момент ведутся строительство развязок, трех развязок по всей протяжении дороги. Потом земляные работы, ПГС, основания, ЧПС. Ну, в данный момент сейчас у нас карантин. По всей республике объявили чрезвычайную ситуацию. Поэтому в данный момент мы не можем много взять людей, соблюдая карантин. Но сейчас, в принципе, хватает. По плану спасибо Акимату Алматинской области за то, что помогает всячески. Сейчас ведутся работы по устройству земляного полотна. На протяжении всей дороги предстоит установить более 300 водопропускных труб. Большую половину уже уложили. В настоящее время временно открыто движение на 45 километрах дороги с асфальтобетонным покрытием. По поручению Акима Алматинской области, Амандыка Баталова активно реконструирует и дороги областного значения. На этот год ремонт и содержание дорог обойдутся почти в 27 миллиардов тенге. Десять из них выделены из республиканского бюджета. Всего планируется отремонтировать 486 километров дорог. Десять из них выделены из республиканского бюджета. Которые будут ехать, например, с Жаркента, с тех районов, через эту дорогу проедут, намного ближе будут доехать до областного центра. Город Талган. Примерно километров 70, наверное, сократится. Особое внимание уделяется строительству автодороги до озера Балхаш. С ее открытием добраться до уникального озера станет возможно всего за полтора часа. А поток туристов, прогнозируют специалисты, увеличится вдвое. Дать дорогу в эксплуатацию планируется уже в следующем году. 5 миллиардов 847,8 миллиона тенге. На данный момент уже уложено нижнее слое асфальтовидное покрытие, условное, 69 километров. Дорога раньше была третьей категорией. Это асфальтная ширина асфальтовидного покрытия 70 метров. Сейчас будет вторая категория. Это 9-метровка будет. На 2 метра шире будет проезжая часть. Ремонт и строительство дорог на особом контроле Акима области. Деньги на этот год выделены. И немалые. Теперь дело за главным. В срок и качественно выполнить весь запланированный объем работ. Иначе, как предупредил Амандык Баталов, спрос будет жестким. Дамир Анитов, Аблай Кутухпай, телеканал ЖТСУ. Специально для программы АПТА. С ослаблением карантинных мер наряду со многими утверждениями начали работу ЦОНы. Но только при условии предварительного бронирования очереди по номеру телефона 1414 или через специальный сервис на портале ЕГОВКИЗ. Получать в порядке прямого общения можно будет только услуги, которые недоступны в электронном формате. Это исключить скопление граждан в ЦОНах и опасность заражения. А также сэкономить время услугополучателя. К слову, Центры обслуживания населения в период ЧП работают только на выдачу готовых документов. За это время было выдано более 10 тысяч госуслуг на бумажных носителях. При этом только три категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах. Это пенсионеры, многодетные семьи и маломобильные слои населения. Однако им также необходимо бронировать свое посещение ЦОНа заранее. Для них будут работать специальные секторы самообслуживания. В Талдыкургане эти льготные окна откроются по семи адресам. На сегодняшний день более 80% госуслуг оказывается в онлайн формате. Получение ЦП, получение водительского удостоверения. Сейчас даже можно перерегистрировать авто через онлайн. Свидетельство о рождении можно получить через онлайн. Но на сегодняшний день более 680 услуг оказывается онлайн. Уже через несколько месяцев одной из новых визитных карточек областного центра станет новый Олимпийский крытый бассейн. Уникальный спортивный объект откроет большие перспективы в развитии водных видов спорта, где будут оттачивать свое мастерство наши спортсмены. Уже этим летом начнется набор в секции по пяти водным видам спорта. Алексей Цой узнал, как будут формироваться новые команды Олимпийского резерва. Новый крытый бассейн поистине стратегически важный объект для всей страны. Появление такого грандиозного сооружения в Алматинской области обещает взрастить новых чемпионов, открыть первоклассных талантов в мире спорта. Секции откроются на базе Дюшор номер один. Слово записать в них свое чадо можно будет уже этим летом, предварительно обратившись в спортивную школу. Уже сейчас идет набор высококвалифицированных тренеров, имеющих богатый опыт в плавании, аэробике, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному полу. Мы планируем здесь открыть секции по всем водным видам спорта. Уже на этой стадии приглашаем тренеров с большим опытом работы с детьми. У спортсменов Алматинской области хорошие достижения по всем водным видам спорта. С открытием нового бассейна прославят Казахстан уже на международной арене. Для этого будут создаваться все возможности. В будущем будет определенный график, по которому будут посменно заниматься наши жители региона. Думаю, здесь мы взрастим еще не одно поколение чемпионов. По мнению целого ряда специалистов, такого спортивного объекта по водным видам спорта нет во всей Центральной Азии. В нем будут функционировать четыре бассейна. Учебный, прыжковой, плавательный и так называемый сухой для самых маленьких. Это один из четырех бассейнов. Его строительство завершено на 90%. Его глубина составляет 20,5 метра, ширина 25 метров. И самое главное, длина 52 метра. Уже в июне спортсмены со всего Калакстана, а позднее мира, смогут принять участие на соревнованиях любого масштаба. Ведь выполнен он по всем международным стандартам. Представители подрядчика заверяют, что работы завершены на 90%. Сейчас же снаружи проводится монтаж винтажных стекол, установка фальцевой кровли. Внутри полным ходом идут фасадные и отделочные работы. Сам бассейн займет 9 тысяч квадратных метров. Металлоконструкция закончена на 100%. Бетонные работы произведены на 100%. По внутренней части у нас бассейна. На данный момент производятся работы по гетцикартону, аквапанели, то есть помещения, бытовые, спортивные залы. Это только касательно внутренних помещений служебных. И душевые кабинки. Готовятся сейчас под отделочные работы оба бассейна, чаши бассейна, то есть прыжковые и плавательные. Проводятся также еще малярные работы, отделочные, подготовка к укладке керамической плитки. Водный гигант будет иметь особое предназначение – принимать всех спортсменов мира на международных соревнованиях. Здесь будут проводиться учебно-тренировочные сборы, а также формироваться национальная сборная страны. Специалисты уверяют, что за этим бассейном будущее, где вырастет не одно поколение чемпионов и рекордсменов. Алексей Цой, Мадиба Ибусынов, телеканал ЖТСУ, Талда Курган. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова